Наблюдать за этим проектом было интересно именно потому, что это первый пример известный мне партиципативного проектирования, когда не только архитекторы занимаются разработкой проекта, но также подключаются и местные жители. Опять же, подключение людей важно, наверное, на самой ранней, самой первой стадии. В этом есть смысл, потому как очень важно мнение людей, для которых разрабатывается пространство любого масштаба, потому как они выступают такими особыми экспертами, обладающими другими знаниями, отличными от знания профессионалов. Я считаю, что маленькая архитектурная интервенция может повлиять на жизнь двора, и это видно уже сейчас, когда, казалось бы, еще даже незаконченные песочницы и скамеечки являются таким магнитом, в первую очередь для детей, и они уже сами придумывают, как развлекаться на недостроенном объекте, но, тем не менее, это привлекает их внимание, как-то забавляет. Из самого фона. Я не могу сказать, что реализация этого проекта может изменить мировоззрение жителей и каким-то коренным образом изменить город. Это вряд ли, потому как таких примеров должно быть целая куча, и это должны быть постоянные такие инъекции в городскую среду, и тогда, может быть, когда таких примеров станет больше, можно будет разговаривать о каком-то развитии гражданской активности. В любом случае нужен какой-то лидер, генератор, что ли, и тут уже скорее в этом случае, наверное, наша задача уже и задача группы «Бульдозер», что ли, выявить этого лидера, на которого можно переложить ответственность именно за развитие дальнейшего проекта. Люди стали больше общаться на почве работ, идущих тут. Есть, конечно, споры, несогласия и прочее, но, тем не менее, какое-то шевеление происходит и провокация, что тоже хорошо, потому как люди начинают задумываться, и уже это положительный момент.